Всем привет! Сегодня поговорим о записи образа Linux Mint Xenomon 18 на флешку. Первым делом из среды Windows 10. Первое. Адрес сайта вот он, linuxmint.com. Идете здесь на загрузки, выбираете здесь вот linuxmint 18, сара, и смотрите, значит, что там вам нужно. Вот Xenomon 64 бита, я выбираю вот его. Набираю. Первое, значит, можно по Турренту скачать. Второй вариант. Дается список стран, Россия в них присутствует. Можно скачать через Яндекс. Кстати, есть очень хорошая страничка на Яндексе. Называется она mirror.yandex.ru linuxmint slash stable. Тут отсюда можно практически скачать все версии Xenomon E1, E2, E3 и так далее. Вот если нажать на 18, все то же самое. Xenomon 64 бита. Есть KDE, Mate, X-Face. Ну, практически все самое необходимое есть. Вот, нажали вы на образ в загрузке, и он у вас, значит, пошел в загрузке. Но я не буду, у меня уже все скачано. Вот, поэтому сейчас поговорим о том, как записать образ на флешку из рабочей среды Windows. Значит, ну, для этого, в принципе, я обычно пользуюсь программулинами или Юмиком, или Руфусом. Ну, давайте, да ради бога. Возьмем сейчас самые свежие версии. Вот здесь я наберу Юми. И вот Pindrive Linux.com, это сайт, на котором эта программка располагается. И вот для винды, пожалуйста, можно скачать самую последнюю версию Юмика и сохранить. Файлик не требует установки, а запускается сразу и работает нормально. Нажимаем на него. Значит, появляется сообщение. Нажимаем, что согласны. Вот здесь вот я выбираю новый томик на 3 гигабайта. На самом деле у меня флешка на 4 гигабайта. Пусть она ее даже форматирует в своем формате. И плюс, значит, сейчас мы укажем путь к изообразу скачанному Linux Mint 18. Ну, у вас он будет в папке загрузок. У меня он будет находиться несколько в другом месте. Ну, тем не менее. Принцип 1. Значит, Linux Mint 18. Вот он он. Открываем. А все оставшееся пространство, значит, тут у меня остается еще куча. Я оставляю подкладовочку, чтобы у меня на этой флешке могли сохраняться мои настройки. Нажимаю создать. То есть у меня еще будет 2 гигабайта под все изменения, которые я сделаю уже на самой флешке. Чтобы каждый раз мне на нее их не записывать. Нажму на создать. И процесс пошел. Процесс, скажем так, не быстрый, поэтому я на время перерывусь. Итак, процесс закончен. Посмотрим. Записывать больше ничего я, скорее всего, не буду. Посмотрим, сколько занимает это дело в действительности. Ну вот. 37 гигабайта. Ну, 600 килобайт свободно. Практически флешка полностью записана. Ладно. Теперь, значит, что я сделаю. Я загружусь на флешку. На флешке установлю программу для записи экрана. И буду показывать вам процесс установки с флешки Linux Mint Sonomone 18 на жесткий диск компьютера. Любого практически. Итак. Сейчас я пока прерывусь. И уже следующие кадры этого ролика будут на... Будут с флешки. Всем привет. Я веду запись с флешки, на которой установлен Linux Mint Sonomone 18 серии. Ну, единственное, что я сделал, поставил сюда гаджет конки, чтобы была видна системная информация. Устанавливал программу. Устанавливал программу Cherry 3, при помощи которой я там самые различные команды использую. Ну, и конечно же, программу Simple Screen Recorder для записи с экрана. Вот практически и все. Значит, что сейчас будем делать? Значит, у меня имеется жесткий диск. Вот раздел под номером 9, 15 гигабайт, я, значит, выделил как подкорень новой системы. И раздел под номером 10 я выделил для домашней папки. Вот практически и все. Почему такие размеры? Потому что вот у меня стоит битком набитая Linux Mint Sonomone 17.2, и в ней корневой раздел занимает меньше 10 гигабайт. Стоят остальные сборки и тройка, и 18, вместе с домашним разделом, с домашней папкой, тоже они занимают не больше 20 гигабайт. Вот отсюда, так сказать, такие мысли. И вообще, сколько я не ставил Linux'ов, корневой раздел у них, как правило, не превышал 10-12 гигабайт. А мы выделили под это дело 15. Так что хватит за глаза и за уши. Итак, нажимаем на стандартный значок установить Linux Mint, потому что мы ставим из чистого дистрибутива, а не авторскую сборку. Авторские сборки ставятся через программу System Bank, а мы ставим именно вот фабричный или, так сказать, официальный дистрибутив. Два раза по нему кликаем левой кнопкой мышки. Ну и он предлагает нам самые различные варианты. Ну что, ну выберем язык сразу русский. Нажмем продолжить. Установить стороннее программное обеспечение. Да ради Бога, пусть ставят. Мне жалко. Ну а пока он там будет думать, я перемещу панель наверх. На верх, мне она больше нравится наверху. И плюс я сделаю ее немножечко пошире. Где-нибудь вот таким вот образом. Ну тут пишет, что он обнаружил. Соглашаемся, ради Бога. Значит, здесь в настройках я, значит, сделал русский, английский и английский. Американский я убрал. Ну, кому как нравится, ставьте, ставьте, оставляйте американский язык. Принципиальная разница не играет. Можно вообще ставить лимус, минцинамон на английском языке, а потом уже зайти в языковые настройки и переделать или добавить русский язык. Разницы особо нет. Итак, он все пока думает. Ну, пока он думает. Ну, я тогда сюда еще. Вот, выбираем другой вариант. Продолжить. Ну и посмотрим. Значит, ну, вот здесь вот. У нас, помните, разделы были 9 и 10. Вот на 9 раздел я нажимаю изменить. « allocate». В cafeteria Поэтому пишу 4. Пусть еще раз фармонтироваете точку. Сделаем ему корневое. Ладно. И когда вот этот кружочек перестанет крутиться, займемся еще десятым разделом, надевался на домашнюю папочку. Вот и все. Итак, вот видите, появился слеж появился и крестик. Теперь займемся вот этим разделом, также в формате extension 4, также пусть форматирует, но сделаем его вот таким, домашним, и подождем. И он почему-то сделал домашним моментально. Ну и будем устанавливать сюда Linux Mint Sinomon. Посмотрим, можно ли подключиться к swap файлу. Ну ладно, устанавливаем. Вот прошел процесс установки. Ну у меня стоит Лондон, вы можете выбрать там Москву. Какая разница, кому что нравится. Вот сейчас подумай, подумай. Рассказка клавиатуры. Ну, естественно, рассказка должна быть русская. Выберем русскую. Вот русская. Продолжить. Имя пользователя. Ну, я сделаю имя пользователя традиционно user. Тут эту длиннющую запись я уберу и напишу ему сюда H330. А пароль сделаю еще короче, чем обычно. Здесь сделаю единичку, здесь сделаю единичку. И входить в систему автоматически. Продолжить. То есть семя пользователя будет user, а пароль будет единичка. Совсем обленился и делаю совсем короткие пароли. Потом, когда все это дело настроится уже на жестком низке, можно задавать пароль произвольной длины. Хоть 8, хоть 10, хоть 12, хоть 27 знаков и букв, ради Бога. Ну, пока он ставится, значит, вот я могу здесь пойти настройки. И посмотреть. Близкость стоит русская. Так, и в опционах. Alt Shift есть. А это мне и не нужно. Достаточно. Вот такие вот примерные настройки я делаю. Так. На флешке файлик открываться не хочет, но мы его сейчас откроем в корневом режиме. Открыли. Ну и поставим карадок. Пока там все для дела. Мне эта программка нравится. Вот команда на ее установку. Нажимаем Enter. Соглашаемся, то есть. Единственная хорошая функция, которая появилась, начиная с версии 17.3, вот эта вот команда. Рекомендации по программам, по их установке. Она автоматически выискивает дополнительные пакеты, которые мне система рекомендовала бы установить. В принципе, эта функция хорошая. В версии 18 я пробовал. Мне она, честно говоря, не нравится. Ну, это, так сказать, мое частное мнение. То есть, многие мои любимые программы, которые на 17.2 ставились в лед, безо всяких там проблем. Здесь, значит, приходится ломать голову. Поэтому, значит, я вот этот урок посвящаю так установить на 18 минут на жесткий диск. А в следующих уроках буду рассказывать, как я на нем настраивал тут или иную программу. вот таким образом. Но я остаюсь на 17, в основном у моей системы 17.2. Считаю ее золотой сборкой и пользуюсь ей. И вам рекомендую, в принципе, делать то же самое. У меня в кладовочке на Омега есть там раздел официальной сборки. Официальной сборки. Оттуда можно при желании, значит, скачать с Яндекса, там, по-моему, да? Любую версию Linux Menta. И 17, и 17.1.2.3, и 18. И даже были ранние версии. Ну, вот. Посмотрим, какие рекомендации. Кайродок нам предложат. То есть, я так сказать, чтобы так это время не тратить, параллельно вам вот показываю, как я ставлю программу Кайродок. А сейчас посмотрим, будут ли рекомендации. Рекомендации появилась целая куча. Вот я их так вот выделяю. Копирую. Вставляю сюда и нажимаю Enter. Enter. И пусть там обновляет, ставит недостающие пакеты. Я не против. У меня, конечно, на счете получится флешка, с которой можно будет устанавливать официальную сборку, скажем так, не салованную. Но сама флешка будет у меня полноценной операционной системой, на которую будут установлены все мои, так сказать, программы, которые мне нравятся. Вот и все. То есть, я вот, хоть и поставил сюда кайродок, там и вишенку, но официальной сборке, сейчас вот я ставлю которую, она выйдет на раздел зубского диска, абсолютно чистой. Я на нее поставлю только SystemBug. Сделаю SystemBug резервную копию 18 версии. И затем потихонечку начну там делать променуточные копии по мере ее, скажем так, настройки. И плюс у меня будет всегда возможность откатиться назад, если что-то пойдет не так. Это хорошая тактика, позволяет вам сберечь массу времени и нервов. Для большинства пользователей, которые сидят на версии 17.2 или 3, настройки, у которых все настроено, все работает, как часики. Мой вам совет. И оставайтесь на этих версиях. Не удаляйте их, работайте. Не поскупитесь, сделайте там раздел на 50 гигабайт. Разбейте его, как я показал. 15 под корень, остальное под домашнюю паточку. И экспериментируйте с 18 версией, как говорится, сколько в вашей душе заблагорассудится. Рать Бога! Итак, установка закончена. Программа предлагает перезагрузиться. Но единственное, что я сделаю... Да, пожалуй, что перезагружусь и все.